что привозит алексей из за рубежа всегда какие-то интересные позиции у нас есть самая старшая степень золоте и символом был выбран и к всем привет с вами видео блок варсторе я дмитрий и мы начинаем небольшую серию из обзоров снятых в нашей московской студии где мы вместе с иваном будем смотреть обозревать и рассказывать вам про фалеристику выставленную на наших аукционах слова и вам на столе мы видим несколько предметов фалеристике антиквариата часть из них выставлена на аукционе на 2 декабря и несколько предметов я вижу здесь которые были на предыдущих аукционах и уже проданы иван пожалуйста расскажи нам про вещи на столе спасибо что пригласили тоже интересно всегда что привозит алексей из за рубежа всегда какие-то интересные позиции которые можно рассказать что-то можно узнать самому новое ну и просто подержать в руках какие-то нечастые вещи у нас тут достаточно такая можно сказать тематическая подборка нас есть часть сдам часть кекс малины вот также такие организации как от трудовой фронт и экзотические можно сказать организации как и нас как а и нас пока то есть это вот и механизированный корпус национал социализма и летный корпус также у нас здесь есть неплохой сет астфолькеров наград за храбрость и за отличие для восточных народов потом у нас есть медаль за африканскую кампанию достаточно нечастая вот и пару там квалификационных знаков квалификационный знак за танковый штурм и пристежка второго класса к железному кресту 1914 года таком исключительном состоянии ну что ж иван предлагаю начать с повязок расскажи пожалуйста нам про те повязки которые представлены на нынешнем аукционе да вот у нас здесь есть две повязки это нсдаб классика и гитлер югер обе в хлопковом исполнении с накладными элементами хотя на нсдаб свастика мы видим что пропечатано но при этом сам белый круг на котором свастика пропечатана он накладной элемент вот а гитлер югент у нас целиком все накладно что интересно сразу бросается в глаза это конечно размер то есть мы видим что гитлер югент он поэтому и югент что размер подростковый на маленькую руку если положим видим насколько сильно отличается вот так же у нас по гитлер югенду есть значок первый молодежный фестиваль вот он такой характерный сорву с пионерским костром достаточно не часто его в хорошем состоянии и по нсдаб у нас есть три партийника при этом два партийника поздних цивилистической рабочей партии один уже совсем поздний цинковый но очень редкий вот и один такой переходный вариант мне кажется в алюминии сделал и есть очень редкий знак это так называемый двг эльзанс лотарингия то есть объединение немцев на территориях которые были германии отобраны после первой мировой войны соответственно принадлежали франции и была очень большая компания за возвращение этих земель домой соответственно часть немцев которые этнические немцы проживающие на территории этих областей они выступали за присоединение германии и соответственно имели похожую символику как и сдав самой германии так они объединялись такие объединения с названием дтвг соответственно мы видим очень схожий дизайн только в других цветах этом партийнике производила всего два производителя две фирмы этот знак вот один из классических производителей нас здесь представлен достаточно редкий знак учитывая что всего в районе пяти или сколько там шести лет эти земли находились под возглавлением германии потом были обратно оттопнуты на столе мы видим определенное количество нашивок пару слов про них нашивки нечастый гость на аукционе war story безусловно они у нас бывают но в этот раз их определенное для нас значительное количество расскажи нам пожалуйста несколько слов они ну у нас здесь представлены нашивки на униформу соответственно основная часть это нашивки крекс марины вот хотя есть и пехотные а также есть у нас варил для моторизованного корпуса нскк который в общем-то носился что интересно подобное исполнение он носился как на рукаве униформы вот могли носить на груди на грудный орел и абсолютно такой же орел пришивался на кепе кепе похоже по изготовлению на и саш на кепе коричневую такую поэтому это орел мог пришиваться на униформу в разных ипостаси соответственно основной у нас представлена все таки ошибками крекс марина это у нас разнообразная квалификация то есть каждый член корабля он имел какую-то свою специальность и на униформе специальность подчеркивалась таким большим шевроном соответственно три шеврона на белую униформу и у нас шевроны артиллеристов темно-синие парные и береговая артиллерия крекс марины это у нас шевроны обозначающие звание то есть не фрейтор и старший гефрейтор количество голунов она была одинаковым во всех видах войск то есть и крекс марины и пехота и люфт лафа все офицерские звания обозначались именно при помощи подобных шевронов соответственно очень достаточно интересная подборка потому что вообще достаточно много специальностей крекс марина существовало и каждая специальность имела такое символическое обозначение на этих вот шевронах соответственно здесь мы видим оператор дальномера боцман синий якорь и старший электромеханик также на столе кокарда крекс марин когда мы с тобой готовились к съемке она тебе очень понравилось скажи пожалуйста про нее да также у нас есть как а до крекс марина для без козырки она понравилась мне прежде всего потому что достаточно яркое золочение классическое немецкое огненное золочение с полировкой бывает также мы имеем якорь к шеврону тоже выполнены в таком же стиле какая-то фикс марина интересно чем тем что не такая специальная короткая иголка потому что ее переставляли то есть был чехол для без козырки и ее могли переставлять поверх чехла то есть это съемный элемент который переставлялся зависимости вот погодных там условий и надобности самого не форм самом деле ну такие достаточно красивые как а бы наверно крекс марина наиболее для меня привлекательно выглядит но и было не так уж много отличие от пехоты спасибо большое давай дальше поговорим про рост фолькеры что не возражаешь на вот у нас подборка из трех наград для восточных народов так называемых которые были введены в германии для того чтобы можно было поощрять восточных добровольцев соответственно и не не несли какую-то символику не нацистов не христианскую потому что очень часто именно граждались пуркистанские легионы тогда достаточно редко можно найти эти награды в очень хорошем состоянии связано это прежде всего с тем что покрытие на цинке они все были изготовлены из цинкового сплава это покрытие очень сильно уходит со временем поэтому мы видим здесь два экземпляра в золоте которые потеряли практически целиком свое озвучение на серебряных и бронзовых покрытие держатся лучше лучше всего на серебре но по ленте и по кольцу мы можем среди искать что это именно был золотой вариант потому что лента отличалась то есть для бронзы это просто зеленая лента для серебра это зеленая лента с белыми полосками и для золота это зеленая лента с красными полосками на каждом кольце мы здесь можем найти клеймо 100 это у нас фирма вахтлер и ланге из города метвейда но это классический официальный поставщик самый массовый это винограды то есть классика всегда с клеймом 100 чем они есть что интересно в разных вариантах так называемый стандартный вариант с мечами вот и без и у вас есть вариант вот который бронзовый так называемый плоский тип без веревок то есть на центральном медальоне мы видим что отсутствует такой характерный шнур который мы видим вот на другом в фолькере и также он еще называется плоский тип потому что сзади он на реверсе плоский абсолютно в то время как другой тип имеет такую характерную выемку и он вообще более объемный переворачиваем мы видим что бронзовый лежит ровно а этот очень сильно выпуклый такие вот основные два типа наград для восточных добровольцев понял спасибо рядом с ними мы можем видеть два знака в хорошем состоянии что скажешь про них я бы сказал даже в отличном прекрасном состоянии у нас есть танк знак за танковый штурм это у нас в бронзе то есть для экипажей самоходных орудий и в принципе в таком очень прикольном состоянии то случай когда бронзирование со временем принимает такой золотистый оттенок нацинке вот при этом сзади тоже такая темная бронза золотистым отливом и здесь мы имеем клеймо w в круге это у нас фирма фердинанд видман соответственно и фурнитура и сам знак все в идеальном состоянии покрытие сохранилось на можно сказать 99 процентов очень желанный знак в коллекцию и рядом мы видим пристежку железному кресту второго класса на первую мировую войну 1914 года соответственно чтобы людей не дублировались награды им выдавали такую пристежку железному кресту то есть они носили железный крест 1914 года или ленту соответственно железному кресту и повторные награды было именно такая пристежка то есть они носили два креста крест и такую пристежку подобная же пристежка существовала и для первого класса она чуть больше из как и первый класс железного креста носилась на игле ты закреплялась на иголке они на ленточке при помощи усов такая пристежка в петлицу да 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 но как бы они по верху носили как правило то есть грубо говоря это награда которая подразумевает мы видим одну но размевает что здесь две то есть у нас мы видим ленту образца 1914 года черную с белым и уже на стежку уже времен рейха и на столе у нас мы видим две нашивки обер стрелков или старших стрелков я не знаю как правильно что скажет на обе стрелки соответственно это нашивка для того чтобы выделить следующее промежуточное такое звание между рядовым и унтер-офицером соответственно они в разных исполнениях разное сукно вот здесь мы видим например для скорее всего ей темно-зеленые и обычная фильтра у для вермахта вот есть у нас еще танковая мы ее потом покажем сейчас показать можем сейчас показать сейчас как это инсайты раз магия фокусы является у нас танковая такая же нашивка вот интересно у них ну подкладки у них разные где-то подложка специальная где-то более толстые где-то более тонкая но все все они пришивались на унифор соответственно танковая самая дорогая не самая редкая из них не будет ни одной из наших следующих дам путь еще у нас есть достаточно интересная подборка по раду немецкая трудовая служба соответственно у нас здесь есть членские знаки и женская брошь причем членские знаки достаточно интересны тем что нас есть самая старшая степень в золоте почетный член рад вот и они встречаются достаточно редко если стандартный членский знак рад он имеет красный ободок эмалевый и встречаются довольно часто потому что численность рад была достаточно велика то золотой знак встречается очень редко вот он призван как и в последующем все эти нацистские организации типа фрама линшафта и так далее обычно ободком обозначались либо принадлежность району либо к определенному воинскому званию и у нас есть женская брошь достаточно интересно это брошь носилась на галстуке соответственно в районе воротника вот эта женская брошь тоже в тридцать девятом году ввели достаточно много степеней для того чтобы дифференцировать звание вот и это брошено с бронзе пресма простое отличается орнаментом просто имеет гладкий ран потом второй уровень это такие полоски и вот третий уровень это такие можно сказать колосья или не знаю для вязаный орнамент вот и они тоже были соответственно серебре в бронзе и золоте у нас бронзовый вариант при этом сзади мы видим клеймо здесь у нас тема астма и тридцать девятый год то есть тридцать девятом году вот сделали реструктуризацию реформу этой наградной системы с брошей и вот в тридцать девятом году фирма асман поставила для служащих такие экземпляры тоже нечастый вариант понял спасибо так ну и в завершение про пару заколок так называемых врачников что скажешь да на самом деле фрачник здесь только понимаю один у нас это миниатюра выслуга нсдап за 15 лет службы то есть это серебряный крест синим алью соответственно призвана она была показать что человек был награжден достаточно высокой партийной наградой вот но при этом он не мог надевать колодку там или отдельную награду во время каких-то светских раутов мероприятий или там походов в театр соответственно он носил на фраке вот такую маленькую булавку и все видели его отличия вот а вторая у нас это не фрачный вариант потому что фрачный вариант подразумевает что есть точно такая же награда только в большом исполнении стандарт на брачник это маленький автор это нас членская иголка нсрл которая позже преобразуется в дрл ну или они там совместно существовали это у нас спортивная организация отвечающая физкультуру и спорт в третьем рейхе достаточно такое массовое движение было которое в том числе проявила себя достаточно хорошо во время олимпиады вот ну и вообще немцы во второй мировой войны очень сильно уделяли внимание спорту всячески его культивировали продвигали вот мы вообще на политической повестке мировой того времени спорта удивлялась большое внимание на чего уделяться большое внимание и продолжилась в том числе и до сегодняшнего дня вот все расставим как спорт политизирован до сих пор соответственно это почетная у нас булавка достаточно редкая потому что стандартный членский знак был либо в серебре либо в золоте либо в бронзе вот и он примерно такого же размера только без эмали соответственно обычное исполнение вот а это у нас дорогой вариант для china достаточно высокого в этой организации и иван я вижу ты принес с собой книгу что это за книга на чем в ней пишут да раз у нас тут много на сегодняшнем обзоре сшитых знаков то и книжку соответствующая подобрал называется бэйджис и инсигния о де фердрей то есть знаки и вышивка ведь его их такая классическая книжка брайана дэвиса даст довольно старая вот но тем не менее классика то есть тут есть все про шитье и униформ соответственно мы видим здесь такие вот красочные таблицы цветные вот и ко всем этим таблицам есть расшифровка то есть мы находим например на рукавные нашивки кликс марина вот мы их видим все представлены которым здесь все здесь есть раз два и три и мы можем открыть страницу с разворотом 51 видим что здесь по каждому есть описание в том числе вот интересная история показан обер рефрейтор крикс марины который был награжден русским крестом за успешную торпедную атаку на маленькой подводной лодки для одного человека против союзного крейсера во время вторжения нормандии 22 или 44 года такая интересная фотография где мы можем увидеть как раз вот подобный шеврон здесь береговая артиллерия но у него соответственно на синем фоне но тем не менее вот мы видим и в том числе у него шеврон классности специальности точнее писали так что у нас книжка с таблицами по всеми всем вот этим шитом делам и также документальные фотографии с подтверждением как это носилось достаточно интересно всем рекомендую по совершенно равным родам войск равным званием достаточно такая богато иллюстрирована очень классная книжка весьма полезно в том числе есть по и нас пока здесь флигер корпус вот у нас знак резкий но не очень резкий но мы достаточно такой красочный чем например мне он нравится тем что такая романтика летунов и символом был выбран икар который как мы знаем хотел долететь до солнца очень красивый членский знак с физического флигер корпуса данный знак был представлен на нашем аукционе на 2 декабря но был выкуплен публици не ну что ж вы иван спасибо большое что рассказал нам про фалеристику на нашем аукционе фалеристик бывает достаточно часто навсегда хочется узнать про данные знаки поподробнее за что их получали когда и как их носили кто их носил и так далее спасибо тебе большое что рассказал нам об этом спасибо что предоставили возможность посмотреть интересные магии с вами ну чтож надеемся вам было интересно мы уже пробовали снимать обзоры здесь московской студии в таком формате и решили продолжить напишите пожалуйста как вам такая история когда мы перед предстоящим аукционом обозреваем флигеристику и рассказываем про те предметы которые у нас в данном случае были выставлены какие-то из них не были проданы и сейчас подается нашему аукционе какие-то были проданы нам просто захотелось вам про них рассказать но основная часть основное большинство данных предметов они сейчас выставлены и будут на текущем аукционе который заканчивается 2 декабря поэтому ждем от вас обратную связь надеемся вам было интересно как обычно лайки колокольчики спасибо вам большое что вы досмотрели это видео до конца и увидимся в следующих обзорах и и и и и и и